всем добрый вечер сегодня такой у меня небольшой дебют первый раз выступать на такой большой аудитории всем хорошего вечера еще раз да меня зовут быковская анастасия менеджер 18 процентов мама в декрете до декрета я была бухгалтером работала на заводе в компанию рефлейм я пришла пять лет назад но я была студенточкой неуверенной девочкой да то есть нашла куча себе оправданий куча каких-то отговорок вот и я была просто потребителем хотя на протяжении всех пяти лет я верила в компанию я знал что здесь можно зарабатывать я знала ну понимала суть до работы но тем не менее я ждала какого-то определенного толчка и момента да когда я ушла в декрет это было полтора года назад я активно начала развиваться в этом направлении вот на сегодняшний момент я уже менеджер 18 процентов мне есть своя небольшая команда да вот конечно же цели у меня грандиозные в дальнейшем планирую стать бриллиантовым директором но на начальном этапе да как бы сейчас я хочу стать директором к 14 каталогу конечно же хочу открыться до для того чтобы попасть в таиланд на международную конференцию вот о себе рассказала да сегодня хочу с вами поговорить такое достаточно важной теме да это планирование на каталог то есть это немножечко не то же самое что и тайм-менеджмент да я не буду говорить о планировании времени о том как распределять свое время я поговорю именно о важных бизнес показателях любая война да эта часть это планирование это стратегия да не было ни одной войны в истории до чтобы вот решила одна страна я пойду сегодня войной на эту страну да и не пропланировав не разобрав какие-то там нюансы риски до такого никогда не было соответственно так в нашем бизнесе в нашей работе если ты хочешь расти если ты хочешь чего-то здесь добиться ты должен планировать да и ты должен разбираться и понимать для чего ты это делаешь так извиняюсь немножко отвлекусь чтобы не отвлекали звуковые сигналы так чтобы стать директором да наша основная цель когда мы сюда приходим это конечно же первая ступенечка директор что такое директор это 7 уровней это 7 ступеней это 369 12 15 18 22 7 ступеней ты должен преодолеть ты должен спланировать каждую ступень как ты должен достичь уровня 3 процентов как ты должен достичь уровня 6 процентов 9 и так далее вот сегодня как раз я хотела с вами поговорить о таких достаточно важных принципах да и важных бизнес показателях у нас в нашей команде главный принцип удержи то что у тебя есть и построена иди что-то новое мы в нашей команде как бы строим до работу так каталог до отчетный период это три недели на первой неделе это конечно же мы повышаем активность это организация личного товарооборота каким образом мы это делаем у нас уже достаточно давно это запущено да уже вошло в традицию на первой неделе каталога мы всегда запускаем квест по рекрутированию мы делимся на две команды капитаны команд набирают себе людей до рассылают сообщения собираем команды и начинаем рекрутировать каждый день вечером скидываем отчет сегодня я собрал столько-то баллов сегодня столько-то сегодня столько-то и в конце недели в воскресенье мы подводим итоги то есть сколько каждая команда набрала естественно итоги мы подводим не по промежуточным каким-то баллам собранным да а по готовым отправленным заказом соответственно наша команда уже приучена к тому что на первой неделе в конце или кто-то в начале делают заказы да почему это важно потому что если ты сделал личный товарооборот 150 баллов на первой неделе у тебя остается еще две недели на то чтобы нарастить свою команду соответственно на второй неделе вот мы буквально недавно запустили такую тоже движуху скажем так на второй неделе мы запускаем квест по рекрутированию почему это важно на первой неделе мы организовали лто на второй неделе это рекрутинг наращивание нашей команды только рекрутинг приведет нас к нашим желаемым результатом к нашим целям то соответственно на второй неделе мы делаем весь упор на рекрутинг на третьей неделе это идет сопровождение мы продолжаем рекрутировать и дополнительно собираем еще какие-то баллы лтода почему для того чтобы помочь своим новичкам например да вот либо помочь себе в том случае если вдруг там чуть-чуть где-то будет не хватает до какого-то нового уровня то соответственно для того чтобы достичь желаемого результата как я уже сказала необходимо планировать да но как планировать что планировать какие показатели должны быть да есть два важных показателя про не говорят уже давно региональные менеджеры до постоянно они говорят это 70 процентов активности и 15 процентов рекрутирования почему кажется да что за цифры что за показатели ну классно ну хорошие цифры ну ладно вот мы на своей команде испытали эти цифры потому что с начала лета как только начали говорить про эти показатели мы стали просчитывать созваниваемся прям зуме индивидуально с каждым партнером и просчитываем эти показатели да есть конечно готовые калькуляторы для гуманитариев да то есть вот для тех кто для кого цифры сложно эти калькулятор очень помогают но все равно в любом случае важно разобраться самостоятельно а что за цифры откуда они берутся да вот смотрите главный показатель от которого все считается это баг база активных консультантов то есть это количество людей которые постоянно делают у вас заказы то люди в баг попадают только если они делают заказ в течение трех каталогов если они не делали больше трех каталогов из бака не выпадают соответственно у каждого баг свой я привела пример и расчет на основе своего бака да на конец предыдущего каталога баг до база активных консультантов составил у меня 77 человек соответственно что такое активность 70 процентов мы берем и рассчитываем пропорцию предположим до 77 человек это 100 процентов x человек это 70 процентов пропорции рассчитываем и у нас получается 54 активных человека что это значит то есть для того чтобы был рост для того чтобы ваша структура не засыпала должно быть что 54 человека сделают заказы да мы можем повлиять на эту цифру до можем в дальнейшем чуть позже я расскажу как дальше следующий показатель это конечно же 15 процентов рекрутинга что это такое точно так же абсолютно как и предыдущий показатель мы рассчитываем его пропорции 77 человека это баг мы берем за 100 процентов x это 15 процентов рассчитываем пропорцию и получается 12 человек 12 рекрутов должно быть в моей команде в этом каталоге для того чтобы был рост рост показателей дальше есть еще очень важный показатель как конверсия это включаемость то есть когда человек приходит к нам в команду рекруте регистрируется да он является стартером то есть это человек которого мы зарегистрировали но он не сделал заказ он стартер компания платит нам за организованный товарооборот компания не платит нам за перепись населения и запусты регистрации соответственно нам нужно рассчитать сколько же должно быть стартеров и сколько должно быть рекрутов чтобы был рост в идеале конверсия должна составлять 60 процентов соответственно мы берем и опять по старому методу пропорции рассчитываем предположим до что 12 человек это наши рекруты которых мы рассчитали в предыдущем примере 12 человек это 60 процентов x человек это сто процентов рассчитываем пропорцию и получается что стартеров должно быть 20 человек в каждом каталожном периоде у нас 21 день соответственно должна быть каждый день регистрация если будет каждый день регистрация будет рост да то есть один человек в день это конечно же идеальная ситуация это будет рост если это будет каждый каталог рост будет достаточно стремительный дальше что еще важно да все мы знаем свои групповые товарообороты у меня в прошлом каталоге так как я менеджер 18 процентов у меня было 5000 небольшим но для простоты я беру 5000 баллов да я знаю что активных человек у меня 54 да мы до этого с вами рассчитали мы берем 5000 баллов и делим на 54 получается что средний заказ 93 балла дальше что нам это дает мы можем еще раз перепроверить себя и рассчитать сколько должно быть у нас рекрутов то есть мы берем по плану у меня например прирост это 1000 баллов то есть я хочу в этом каталоге чтобы у меня было 6000 баллов групповых да чтобы я была менеджером 18 процентов запасом чтобы в следующем каталоге выйти уже на 22 так как раз в 14 каталоге по моему плану соответственно прирост это 1000 баллов я беру 1000 баллов выделю на средний заказ на 93 балла и получается как раз 11 12 человек это 11 12 рекрутов если я приведу или я и моя команда да соответственно приведет 12 человек 12 рекрутов которые сделают заказы я выполню свой план до согласитесь 12 человек в каталог привести это достаточно просто если рекрутируете конечно не вы самостоятельно у вас есть хотя бы там два три человека в команде кто рекрутирует тоже ищет партнеров да вот в принципе даже и самостоятельно привести 12 человек это реально если действительно работать и действительно рекрутировать дальше что мы делаем когда мы просчитали все эти показатели да мы знаем что мне нужно 54 активных человека мне нужно 12 рекрутов да и привести 20 человек 20 стартеров на показатель активности мы с вами можем повлиять до об этом я вам уже чуть ранее сказала как здесь идет работа уже с инфолистом вот на слайде вы можете увидеть я сделала вам до подборку скриншотов как найти инфолист и как него открыть вы заходите сначала в избранное до соответственно это первый шаг далее вы нажимаете инфолист это второй шаг и далее вы выбираете за какой период и группу до соответственно вы можете сделать инфолист только первой линии своей вы можете сделать инфолист полный развернутый вот на скриншоте как раз будет полный лист инфолист дальше нажимаем сформировать отчет открываем инфолист вам вылезает огромная экселевская табличка со всеми вашими людьми в структуре со всеми людьми которые находятся в вашей команде да там будут и стартеры там будут и рекруты там будут и партнеры и многие другие да и наша задача разобрать всех этих людей на группы на какие группы во первых мы выписываем партнеров да кто такие партнеры это люди которые делают заказы по 150 баллов но при этом они не рекрутируют разные бывают причины возможно человек работает у него просто не хватает времени возможно он просто боится начать рекрутировать да потому что тараканов во всем голове полно у кого-то свои какие-то да там мысли непонятные соответственно мы выписываем партнеров прямо берем бумагу да или там в excel и как-то составляем кому как удобнее да кому-то в электронном виде кому-то на бумаге и прям выписываем до этих людей кто делает заказы от 150 баллов дальше мы выписываем всех потребителей то есть людей которые делают заказы от 30 до 100 баллов далее это конечно же ключевые партнеры это люди которые делают 150 баллов и рекрутируют то есть они тоже ищут людей к нам в команду это ключевые партнеры это люди которые всегда на связи да дальше конечно же это стартеры это люди которые пришли но по какой-то причине не успели сделать заказ это рекруты это люди которые пришли в этом каталоге и сделали заказ да и конечно же мы выписываем курья крутов почему важно такая градация почему важно выписать всех этих людей потому что дальше мы планируем свои звонки как я уже говорила да и ну в принципе наверное все вы знаете что каталог у нас делится на три недели мы организуем звонки созвоны с нашей команды мы делаем это в зуме то есть мы созваниваемся в зуме до обговариваем кому мы сейчас звоним например мы сейчас звоним каким-то партнером да то есть людям которые делают 150 баллов мы звоним на первой неделе для того чтобы рассказать про текущие акции про какие-то бонусные программы напомнить про рекрутинговые до программы ну и вообще как бы поддержать с человеком контакт да то есть мы звоним звоним партнером ключевым партнером и покупателям то есть мы должны поднять на первой неделе активность мы должны этих людей обзвонить и несколько раз коснуться вы выписали себе в списке например предположим 70 человек то допустим 70 человек вы делите на 7 дней в неделе получается что вы должны позвонить в день 10 людям я считаю что позвонить 10 людям и потратить на каждого там одну-две минуты это очень даже реально вот мы садимся с нашими партнерами в зуме отключаем микрофон чеки начинаем звонить если у кого-то там хочется чем-то поделиться эмоции мы микрофон включаем все тоже подключаются и мы там говорим вот представляешь там я позвонил трата там то есть мы делимся своими эмоциями ну и вообще начать звонить командой и в зуме гораздо проще чем просто сесть и себя заставить позвонить особенно когда ты сидишь дома да там вот я например декрете мне сложно собраться найти время там всего-то час полтора нужно до для того чтобы обзвонить людей но на самом деле сложно себя заставить ведь будешь делать все что угодно лишь бы не звонить когда ты договариваешься с командой когда ты договариваешься со своими партнерами что сегодня у нас час звонков мы садимся и начинаем звонить дальше на второй неделе кому мы звоним на второй неделе мы конечно же звоним уснушкам это тем людям которые больше двух каталогов не делали заказ почему потому что те люди которые не сделали заказ более двух каталогов им приходит бумажный каталог и у нас есть причина да почему мы можем позвонить например мы звоним и говорим маш привет там это настя да скажи тебе пришел бумажный каталог у меня сейчас такая задача обзвонить всех своих партнеров и выяснить пришел ли бумажный каталог нет ли каких-то там на почте сбоев да то есть у нас есть причина почему мы звоним этому человеку вам она отвечает нет слушай нет у меня каталог не приходил вы ей отвечаете но ничего время еще есть до конца каталога он тебе придет хочешь я тебе пока могу скинуть и в электронном виде вконтакте я тебе скину а еще смотри у нас сейчас такая классная акция не могу тебе не рассказать там да вот как недавно например про очки у нас было акции до сделаешь 50 баллов следующему каталоге ты можешь взять крутецкие очки за 199 рублей то есть у нас есть еще одна причина как коснуться человека да вот во первых мы человека касаемся мы поддерживаем с ним связь во вторых это дополнительная мотивация человек что он может сделать заказ да то есть какие у него есть плюшки какие у него есть плюсы от заказа да какая ему разница где купить шампунь только здесь он очки за 199 рублей получит а в пятерке ему никто эти очки не подарит вот соответственно нам кажется что вот как бы касаться людей лишний раз звонить им навязчиво очень да тем не менее люди любят когда им звонят люди любят общаться да главное себя настраивать на позитивный лад тогда все будет точно хорошо дальше ну конечно же третья неделя там на третьей неделе мы звоним всем кто еще не успел сделать заказ то есть мы можем открыть инфолист предыдущего каталога можем открыть инфолист уже текущего каталога и сравнивать прям по позициям ага вот она в прошлом каталоге сделал на 100 баллов а в этом не сделала надо ей срочно позвонить и напомнить что она по стартовой программе проходит да ну и конечно же мы должны позвонить всем рекрутом и куре крутом и напомнить про стартовую программу о том что если ты не сделаешь ступалов ты слетишь ты не получишь там на вэйдж например набор да или wellness то есть чтобы получить эти наборы нужно выполнить это условие вот то есть таким образом опять же мы дополнительно касаемся этих людей и таким образом мы повышаем активность если вы обзвоните хотя бы 70 человек до 54 человека точно сделают какие-то пусть и небольшие но заказы а это уже ваша активность 70 процентов дальше когда у нас есть уже четкий план да то есть мы с вами рассчитали у меня по плану да опять я перехожу на свои показатели да у каждого они естественно свои пример я вам привела вы можете перемотать видео назад посмотреть как рассчитать эти показатели да я рассчитываю вам по своим показателям у меня должен быть прирост в этом каталоге на 1000 баллов соответственно всего у меня групповых там групповых баллов должно быть 6000 да и у меня должно быть в каталог 12 рекрутов только тогда я достигну своей цели мы делим этот глобальный план да на каталог делим на три недели когда мы разделим его на три недели кажется что как бы план уже не такой страшный да допустим 6000 баллов мы делим на три недели получается на первой неделе у нас должно быть 2000 баллов обзванивая свою структуру и проводя квест по рекрутированию и по активности да извиняюсь неправильно сказала по активности повышая заказы достичь уровня в 2000 баллов на первой неделе это не сложно дальше на второй неделе должно быть 4000 баллов на третьей неделе уже 6000 баллов да и желательно чтобы это было к началу недели чтобы был еще какой-то запас и было время для того чтобы набить какие-то баллы которых там не хватает и точно также по рекрутам должно быть 12 рекрутов мы делим на три недели на первой неделе мы должны привести всего 4 человека 4 рекрута это реально 4 человека в неделю найти это реально если вы рекрутируете ежедневно и системно то есть рекрутинг это такая работа которая требует системы вы сегодня можете отправить там 100 сообщений только там через неделю через месяц вам человек ответит если вы сегодня не написали эти сообщения вам работать через месяц будет не с кем вот соответственно на первой неделе 4 рекрута на второй неделе 8 рекрутов и на третьей неделе наши заветные 12 рекрутов то есть таким образом вот на слайде я тоже вам представила да вы можете увидеть план понедельный когда мы разбиваем большой план да на каталог на неделе план уже кажется не таким страшным кажется уже достаточно реальным что мы делаем до дальше мы с моей командой с моими партнерами составляем чек-лист чек-лист на день что мы должны делать в день для того чтобы достичь своего результата конечно же это lto в 150 баллов так как бы я его написал достаточно обобщенно но мы каждый день должны работать над lto во-первых какие бывают способы это можно разложить бумажные каталоги до заказы к своим партнерам можно сделать какие-то листовки например да я тоже когда начинала я так работала делать листовки и раскидывать у себя в подъезде например да можно раздавать каталоги на улице вот многие топ лидера я знаю да не стесняются этого раздают идешь гулять например женщина вам понравилась какая-то там или девушка да можно подойти сказать комплимент ой вы мне так понравились такая симпатичная возьмите каталог возможно вам что-то приглянется там есть моя визитка мой номер если что позвоните вот этот метод тоже работает главное не бояться брать и делать у меня девчонки в команде тоже таким методом работают да вот буквально недавно мой партнер делилась своим опытом пошла с ребенком в детский мир к школе покупать форму и взяла с собой парочку каталогов как бы продавец к ним подошла да там что-то помочь найти она предложила возьмите вдруг вам что-то приглянется таким образом она себе сделал тоже неплохой личный товарооборот вечером ей позвонили и почти там какую-то хорошую сумму такой сделали заказ то есть все методы работают если ими работать ну и конечно же не забываем про онлайн методы да это введение бьюти-чата это прокачка бьюти-чата на сегодняшний момент в нашей команде у всех партнеров есть свои бьюти-чаты бьюти-чаты можно вести где угодно это может быть контакт это может быть вайбер ватсап где вам удобнее где больше у вас людей находится там вы этот бьюти-чат можете вести точно также есть странички продавашки они могут быть как в инстаграме если у вас там больше людей знакомых до могут быть и вконтакте тут уже как бы каждому свое каждый сам выбирает дальше конечно же это прокачка личного бренда это размещение постов до личный бренд вообще я считаю что его нужно качать самого начала как только ты принимаешь решение что ты хочешь развиваться в этом направлении ты должен начинать качать свой личный бренд потому что для того чтобы прокачать свой личный бренд должно быть время нужно много времени да ты не можешь за день за два выложить там 100 постов написать там кучу хорошей информации конечно же информация будет некачественная соответственно нужно время вообще в идеале каждый день выкладывать посты да но я понимаю что времени как правило всегда не хватает и время такой ресурс которую который ограничен до соответственно в идеале 23 поста в неделю это очень хорошо опять же не обязательно пост должен нести какую-то прям огромную смысловую нагрузку там о смысле нашей работы про там гибкий график про удаленную работу посты могут быть и о вас да то есть 10 фактов обо мне какую книгу я сегодня читаю ой какой классный фильм я посмотрела там я не знаю то есть людям должно быть интересно наблюдать за вами им не будет интересно просто тупо читать о вашем бизнесе о ваших результатах особенно когда вы только начинаете результатов как таковых еще нет людям интересно просто наблюдать за вами как за личностью за вами как за человеком да и люди если им будет интересно они будут идти за вами они будут вам писать да то есть соответственно дальше конечно же это лайканье Лайканье ленты, да, почему это важно? Это дополнительное касание вашего теплого и вашего холодного круга, да, соответственно, вы пролайкали человеку фотографию или какой-то пост, человек лишний раз увидел вас, что вы ему лайкнули, он зайдет к вам на страницу. Во-первых, это дополнительные просмотры, да, вам это тоже важно для повышения статуса вашей страницы. Во-вторых, это дополнительное касание. Этот человек сейчас на вас пришел, посмотрел, завтра вы ему лайкнули, он еще раз зашел, посмотрел, почитал, что вы там написали, а потом вы написали какой-нибудь пост, его зацепило, он вам написал, сказал, что ну расскажи мне уже о своей работе, что ты там предлагаешь, что ты делаешь. Вот, то есть это дополнительное касание человека. Естественно, сториз, да, в день должно быть 3-5 сториз. Какое у вас доброе утро, как вы пьете кофе, как вы пошли с ребенком гулять на площадку. Это, опять же, не должно быть сугубо о работе, да, это ваша личная жизнь, это личный бренд. Людям, опять же, повторюсь, должно быть интересно наблюдать за вами. Дальше. Конечно же, какие-то посты там, как вы провели планерку, как вы прочитали какую-то интересную информацию, да. Вот недавно я записывала сториз о том, что рассказывала, да, что сетевой маркетинг отличается от сетевых пирамид, ой, от финансовых пирамид. Меня очень тогда возмутило, я рекрутировала, и женщина мне так написала раздражительно, вы что, не понимаете, это же финансовая пирамида, куда вы лезете? И заблокировала меня. То есть я попыталась ей ответить, объяснить, но я не смогла, потому что она меня заблокировала. И я, как бы для того, чтобы хотя бы, может быть, сторизы на мои посмотрят, донести до нее, я записала целый прям сториз, я написала пост на эту тему, да, потому что меня так это очень задело. Вот. На самом деле тем, опять же, и для сторизов очень много, главное, чтобы было желание что-то делать. Дальше. Конечно же, это работа со списком знакомым. На сегодняшний момент это самый лучший метод для рекрутирования. Есть много разных методов, да, есть и таргет рекламы, есть и платные методы различные, есть и рекрусионка по холодному кругу. Но все топ-лидеры нашей компании на сегодняшний момент считают, что список знакомых – это лучший метод для рекрутирования. Я соглашусь с ними, потому что по теплому кругу можно идти несколько раз, да. Можно коснуться однажды, пригласить в бизнес. Человек отказался, ты можешь прийти к нему через два месяца и попросить разместить пост у себя на стене. Человек отказался, да, там, ну или сделал он, может быть, пост. Вы можете прийти его попросить потом разместить баннер в сториз, да, то есть это опять дополнительное касание. Потом прийти к человеку с другой просьбой, попросить его уже, например, там, метод двойных рекомендаций, да, спросить, что, вот там, Маш, вот смотри, я сейчас активно развиваюсь, расширяюсь, мне нужно срочно два человека на обучение. У тебя, может быть, есть кто-то, может быть, мамочка в декрете, может быть, студентка, может быть, кто-то сидит без работы, может быть, кто-то есть из знакомых, может, кого-то порекомендуешь, и можно пойти к этому человеку уже таким образом. А у этого человека, может быть, что-то уже в жизни изменилось, может быть, он работу потерял, а может быть, в декрет ушел, да, соответственно, девушка. Вот, соответственно, ей на данный момент уже актуально ваше предложение. Вот, таким образом можно касаться теплого очень много раз. Дальше. Конечно же, это 100 касаний по холодному в день. Это необходимо сделать. Как я уже сказала, если вы сегодня этого не сделаете, вам через неделю не с кем будет работать. Потому что у меня даже не раз было такое, что я человеку, например, написала в июле, а он мне только там в сентябре ответил. То есть это тоже рекрутинг, это тоже как бы рекрутинг только по холодному кругу. Если вы хотите расти, если вы хотите развиваться и чего-то здесь добиться, необходимо совмещать разные методы. И по теплому рекрутировать, и по холодному. Возможно, даже и платную рекламу использовать. Дальше. Конечно же, поздравляем с днем рождения. Буквально недавно мы в команде придумали такую фишку. Вы поздравляете с днем рождения. Сейчас же у всех есть свои реферальные ссылки. У кого нет, вы можете зайти на сайт, прямо в поиске ввести реферальные ссылки. И сайт вас сразу отправит на страничку, на которой написано, как сделать свою реферальную ссылку. Что это такое? Это ссылка, по которой, если человек пройдет, он может зарегистрироваться к вам в команду в первую линию. Но в дальнейшем вы уже можете с ним работать. Либо он будет просто потребителем, покупателем. Возможно, вы его потом с ним пообщаетесь и расскажете ему возможности бизнеса. То есть это тоже метод рекрутирования. Соответственно, вы поздравляете человека с днем рождения, прикрепляете какую-то картиночку, открыточку. И можно еще таким вот образом написать, что мы в честь вашего праздника дарим вам 20% скидку на всю продукцию компании Арифлейм на целый год. То есть человек может заинтересоваться этой ссылкой, пройти, зарегистрироваться и, соответственно, вам дополнительные баллы принести. Ну и, конечно же, как я уже сказала, эта работа над личным товарооборотом – это прокачка бьютика, бьюти-чата. И важный момент, это один из китов нашей работы – это обучение. Либо это просмотр какого-то вебинара, либо, конечно же, чтение книг. Вот, в принципе, наш чек-лист на этом заканчивается. Это те действия, которые мы выполняем ежедневно. То есть пока мы не выполним какое-то одно из этих условий, одно из этих действий, спать мы не ложимся. Вот вы, в принципе, на слайде можете этот чек-лист увидеть, можете сохранить себе, переписать, то есть возможно его доработать, что-то добавить, что-то убрать. У меня этот чек-лист прям распечатан и вклеен в мой рабочий блокнот. То есть я постоянно его вижу, он у меня постоянно перед глазами. Если, например, вот я сижу, работаю, и у меня такая вот ступор в голове, вроде бы что-то надо сделать еще, кажется, что время еще есть поработать, можно, но кажется, что уже все сделал. И я сразу открываю этот чек-лист и смотрю, так, это сделала, это сделала, это, 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 так. Ага, вот это я забыла сделать. С днем рождения я еще никого не поздравила. Так, и по холодному я сегодня еще не ходила. Вот, то есть этот чек-лист помогает не забыть выполнить какие-то важные условия. Вот, в принципе, на сегодня все, что я хотела вам сказать, я рассказала. Самое главное, что я до вас донесла, это то, что просчет бизнес-показателей, это действительно работает. С лета мы начали с нашей командой просчитывать эти бизнес-показатели, мы созванивались в Zoom, да, прям просчитывали индивидуально с каждым партнером, с активным партнером, да. Те, кто действительно стремится выполнить эти условия. Вот я, например, знаю, да, что мне нужно 54 активных человека, я пойду звонить, потому что мне это нужно, да. Я буду звонить, потому что мне это нужно. Я знаю, что мне нужно 12 человек. Я спать не лягу. Вот у меня ребенок сейчас уснул, да. А я спать не лягу, пока не порекрутирую. Пока я не найду хотя бы там 5 человек, которым будет интересно узнать подробнее, которым я не скину презентацию. Вот, соответственно, я знаю, что зависит это только от меня. Из-за меня эту работу не сделает никто. Да, бывают моменты, когда хочется отдохнуть, когда хочется сложить руки, но тут начинаешь вспоминать и думать, что вот твоя цель. Она уже так близко, осталась одна ступенька, да. Зачем ты опускаешь руки? Ну, что тебе это даст? Как бы я уже сказала, да, что мне 3 года понадобилось на то, чтобы осознать, что здесь, я хочу здесь развиваться, да. Конечно, у меня в планах не выйти на работу, да. Я хочу тоже написать, как многие у нас в команде, заявление об увольнении, потому что я хочу дома работать, я хочу себя посвятить семье, а не сидеть на работе там и в праздники, и в выходные, потому что я бухгалтер, и у нас отчеты, да. Вот, соответственно, и только благодаря этим бизнес-показателям можно расти. Я вообще, как бухгалтер, я люблю цифры, я люблю эти таблицы различные, да, я люблю работать со списками с какими-то, соответственно, мне это очень нравится, и, соответственно, это работает, если этим работать, да, то есть это главный принцип. Если это делать, то у вас все обязательно получится. В принципе, у меня все. Я желаю всем успехов, я желаю всем роста, ну и, конечно же, выполнения ваших целей. Вот, всего хорошего, спасибо за внимание.